МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот несколько тем этого выпуска. ЧП в Сургутском районе. Собака укусила за лицо первоклассницу. Животное уже отловили, девочка в больнице. Силовики проводят проверку. Правительство России утвердило предельные параметры индексации услуг в сфере ЖКХ. Насколько в 2024-м подорожает коммуналка в Югре? И в Белом Юру, Барсово и Солнечном, прошел исторический автоквест. Его приурочили к грядущему в январе столетию района и Всемирному дню молодежи. Какие задания выпали участникам? Рост заболеваемости есть, тяжелого течения пока не наблюдают. За прошедшие две недели пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Югре стало больше почти на 19%. Такие данные приводит окружной Роспотребнадзор. В Сургутской клинической больнице в стационарных условиях лечение проходит 22 больных. Как отмечают врачи, госпитализированные, как правило, поступают с респираторными симптомами. В основном без поражения нижних дыхательных путей. С осложнением в виде пневмонии фиксируется только 2% случаев от всего числа ковид-положительных. Без развития осложнений. У некоторых есть внимание. И в основном это пациенты старшего возраста, которые имеют сопутствующую какую-то патологию. Поэтому их необходимо было госпитализировать в стационар. Ну и вообще, если говорить, то сейчас пациенты с новой коронавирусной инфекцией это те пациенты, которые наблюдаются и лечатся, проходят лечение на амбулаторном этапе. Вот 98% это как раз пациенты лечатся на дому. Почему? Потому что более легкие формы заболевания. В инфекционном отделении СОКБ лечение получают также 4 пациента с диагнозом кори. Все это дети. Двое заболевших совсем юные. Им нет еще года. Один ребенок посещает дошкольное учреждение. Детям, которые были в контакте с госпитализированными, взяты под наблюдение. Также детсадовцам рекомендована обязательная вакцинация, если ее ранее не было. Напомню, первую прививку от вируса ставят в 12 месяцев жизни. Первые симптомы кори – это повышение температуры тела, конъюнктивит и кашель. Высыпания начинаются немного позже, как правило, с лица. Затем красные пятна распространяются по туловищу, рукам и ногам. Препараты, каких-то этиотропных препаратов, которые применяются для лечения кори, нет. То есть проводится симптоматическое патогенетическое лечение. Ну и, конечно, мы лечим без применения антибактериальных препаратов. Антибактериальные препараты показаны только при наличии осложнений, которые связаны с бактериальной инфекцией. Ну, те, которые лечения проходят у нас, состояние средней тяжести, то есть без осложнений. Начнем с жуткого ЧП в городском поселении Федоровский. Там бездомный пес укусил за лицо девочку. У нее рваные раны. ЧП произошло в воскресенье около 17 часов у входа в один из магазинов. На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, как группа ребят у торгового центра гладит собаку, которая, кажется, не проявляет агрессии. В один из моментов девочка нагнулась. Возможно, обнять животное. В этот момент пес и укусил. Первоклассница лечится в отделении челюстной лицевой хирургии Сургутской окружной клинической больницы. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пострадавшие сообщают в соцсетях, сделали операцию. Проводится курс прививок от бешенства. Вчера вечером напавшее животное обнаружили в подъезде жилого дома. Изъяли из естественной среды обитания и изолировали. Сообщили нам в администрации городского поселения. Собака чипирована. Сегодня с ней будут работать специалисты ветеринарной службы, которые идентифицируют животное. Следственный комитет пока проводит проверку по данному факту. Также контрольное мероприятие инициировала и прокуратура. По имеющимся данным, собака является бездомной, чипированной. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Собака в настоящее время уже отловлена. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию в городском поселении работы по своевременному отлову бездомных животных. В Югре оперативники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали одного из руководителей окружного подразделения по вопросам миграции УМВД России по Югре. Женщину заподозрили в получении взяток. По версии следствия, подозреваемая по заранее достигнутой договоренности оказала содействие в постановке на учет иностранных работников, а также при оформлении и выдаче патента одной из коммерческих организаций региона. Кроме того, требовала от подчиненного перечислять себе на карту часть выплаченных премий взамен на общее покровительство. В противном случае обещала создать неблагоприятные условия для службы. По всем фактам возбуждены три уголовных дела по разным частям статьи получения взятки. Фигурантка будет дожидаться суда под стражей. Силовики в это время продолжают нарабатывать материалы и устанавливают, имели ли место иные эпизоды противоправной деятельности. Крик о помощи за закрытой дверью. В Югре с проблемой домашнего насилия с начала года столкнулись более 60 человек. Это только те, кто обратился в единую социально-психологическую службу по телефону доверия. Как отметили специалисты Департамента социального развития, проблема не самая часто встречающаяся, но крайне тяжелая. Из числа позвонивших большинство столкнулись с физическим насилием, остальные подверглись психологическому. Телефон доверия работает круглый год, но вот уже несколько лет осенью профильное ведомство запускает информационную кампанию с целью рассказать людям, что помощь в случае чего рядом доступна и за ней можно обратиться бесплатно, анонимно и круглосуточно. Специалисты при необходимости не только окажут экстренную психологическую помощь, но и подскажут контакты кризисных центров, где, как правило, могут предложить другого вида поддержку – жилье, юридическую консультацию. Как отметили в Департаменте социального развития округа, 60 человек из общей массы жителей Югры – это действительно серьезная цифра, если подумать о ней не как о сухой статистике. Если мы даже 61 человеку из всего миллиона окажем психологическую помощь, и человек останется жив, это достаточно большой результат, правда? Мы здесь не просто спасаем, ну, как сказать, ну, может быть, отношения, мы спасаем человека в этих звонках. Проблема актуальна. И, ну, ведь, правда, недалеко каждый пойдет обращаться к психологу, то есть это вот 61 только в этом году обратился. Кто-то обращается очно. Процент на самом деле будет небольшой, но это спасенные жизни. Восстановить права пострадавших дольщиков. В Сургуте 286 семей заезжают в новые квартиры, расположенные в домах, ранее считавшихся проблемными. В ходе последнего визита в наш город губернатора Югры Натальи Комаровой было озвучено, что в самом крупном муниципалитете региона осталось решить вопрос с тремя многоквартирниками. Городоначальник Андрей Филатов сообщил, что закрыть проблему обманутых дольщиков планируется до апреля 2024-го. Финансирование этой программы обеспечено. Сургут планируется в следующем году присоединиться к Покачам и Коголыму, где такой вопрос решен. Сейчас в нашем городе продолжается процедура выдачи ключей собственникам помещений в первом и втором домах жилого комплекса «Любимый». Их возведение завершили в октябре. Всего же в автономном округе с января удалось восстановить права 470 дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В едином реестре проблемных объектов остаются шесть многоквартирников. Работы с ними ведутся по графику. Плата за коммунальные услуги в Югре в следующем году может повыситься на почти 10%. Правительство России утвердило предельный рост тарифов на ЖКУ на 2024-2028 годы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Так, со второго полугодия 2024-го предельное подорожание услуг ЖКХ в Москве составит 11%, в Санкт-Петербурге – 9,8%, в ХМАО – 9,6%. Отмечу, что ранее индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, вода и теплоснабжения была перенесена с 1 июля 2023-го на 1 декабря 2022-го. Следующие изменения коммунальных тарифов произойдут только через 8 месяцев. Первый автоквест Сургутского района. Сотрудники районного молодежного центра городского поселения Белый Яр организовали арт-пикник, который приурочили к грядущему в январе столетию района и Всемирному Дню Молодежи. Команды из четырех человек выполняли различные задания на территории трех поселений, активно используя, проводя время. О том, как прошел автоквест, справились ли участники с поставленными задачами и какие призы ждали молодых людей, расскажет Мария Ливанян. Молодежь поистине движущая сила общества, ее активное участие и творческий потенциал способны в любое дело привнести новые идеи и перемены. Поэтому и важно направить молодых людей и дать возможность реализоваться не только в карьерном плане. Молодежный центр Сургутского района провел крупное мероприятие под ярким названием «Арт-пикник». Организовали автоквест. Его цель в приобщении молодежи к истории района. Сегодня мы начинаем активно отмечать столетие Сургутского района. И мероприятие, на которое собралась сегодня молодежь, это одно из линейки, посвященное этому дню «Арт-пикник». Это празднование Дня Молодежи, Международного Дня Молодежи, который проходит в ноябре. Сегодня 15 команд, 15 автомобилей отправятся в путешествие по Сургутскому району и будут проходить квест-испытания. Участникам предстоит углубиться в историю Сургутского района, изучить основные вехи развития района, погрузиться немножко в исторические такие факты и увидеть основные достопримечательности. Подобный формат квеста на территории Сургутского района организовали впервые среди участников молодые ребята до 35 лет из многих поселений. Первый этап – регистрация. Там автолюбители знакомились с правилами, друг с другом и организаторами. Затем команды отправились на локации. Это Солнечный, Барсово и Белый Яр. Там они выполняли различные задания. Сам автоквест состоял из нескольких уровней. Участникам предстояло пройти все, решая на пути задачи, головоломки и ребусы. На тему истории Сургутского района. Также нужно было выиграть во флешмобах. Например, нарисовать будущее района, разгадать пантомиму или угадать, что находится в черных коробках, используя лишь тактильные ощущения. Мероприятие новое для нас. Ранее не участвовали. Действительно, увидели в интернете рекламу того, что в Сургутском районе, начиная с поселка Белый Яр, проходит такое мероприятие. Интересный формат. Видим, что очень много молодежи сегодня здесь присутствует. Конечно, это здорово, когда для молодежи проводят такие мероприятия, где можно собраться представителям разных организаций, вместе поучаствовать, больше узнать о культуре Сургутского района, о его многообразии. Поэтому сегодня с радостью согласились. Предвкушаем, что будет интересно. Здорово, что организаторы уделяют этому такое внимание. Интересный формат подачи мероприятия. Видим, что уже на начальном этапе есть небольшие подарки. Призы и подарки получили не только победители, но и все участники, вне зависимости от занятого места. Вы могли увидеть, что на регистрации ребят ждут термосы с теплым чаем, для того, чтобы можно было согреться. Плюс ко всему, участники получают ту самую автовизитку с фирменной символикой проекта. И плюс ко всему, если говорить про подарки, то еще, конечно же, это наклейки символика проекта, стикер-паки символика районного молодежного центра Сургутского района, теплые термосы, теплая кружка Сургутского района и районного молодежного центра и фирменные значки. Это значок молодежи Сургутского района и значок с фирменным логотипом районного молодежного центра. Убедители получат сертификаты от организаторов проекта с возможностью участия в серии других автоквестов. И также это будут бронзированные сертификаты, диплом и хорошее настроение. Хорошее настроение и дружеская атмосфера сопровождали участников на протяжении всего мероприятия. Автоквест по Сургутскому району принес не только яркие эмоции, но и новые знания об истории и культуре муниципалитета. В этом году из-за погодных условий это первый и последний такой квест. Но в будущем уже планируется больший охват не только команд, но и территорий, на которых молодым людям предстоят испытания. Подобная практика в районе реализуется впервые, но уже сейчас ее называют успешной и перспективной. Мария Ливанян, Эльза Шайметова, Денис Зонов, Сургут-24. Кадеты из Сургутского района признаны одними из лучших в России. Ученики Белоярской первой школы вернулись с 8-го всероссийского конкурса «Сыны и дочери отечества». Там ребята заняли первое место в номинациях «Смотр строя и песни» и «Церемониальное развертывание флага». Отмечу, что в этом году в отборочных турах в состязании участвовали более 9 тысяч ребят от 6 до 22 лет со всех уголков нашей страны. В финал прошли почти 600 воспитанников кадетских классов. Это было очень запоминающе. Мы в самом день соревнований вообще не волновались. Мы были уверены в себе на все 100%. И именно поэтому у нас два призовых места в номинациях «Смотр строя и песни» и «Развертывание флага». Это огромнейшая гордость. Я благодарна всем своим одноклассникам, руководителям за такую возможность и вообще за эту победу. У меня в планах пойти на военного кинолога и служить своей стране. Сегодня в Сыргутском районе патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяют особое внимание. На базах пяти школ создано 18 кадетских классов. Два из них с казачьим уклоном. Также для ребят открыты 22 юноармейских отряда, 25 военно-патриотических клубов, которые работают в каждой общеобразовательной организации и осваивают единую модульную дополнительную общеобразовательную программу «Я патриот». Эти ребята очень активно идут, но действительно у нас существуют ограничения, потому что действительно ребенок не только должен захотеть, но он должен подать заявочку своевременно, родители должны подать. Без воли изъявления родителей мы не можем принять ребенка на программу «Образовательный курс» в данное объединение. Поэтому здесь очень должна быть хорошо поставлена работа с родителями. Желающие есть. В некоторых школах у нас по два класса военно-патриотических, поэтому в любом случае здесь все зависит от потребности и от запроса родителей. Если родители посчитают, что ребенок хочет, и мы сформируем группу, которая у нас наполняемость группы должна быть 15 человек. В Сургутском институте экономики, управления и права студенты поучаствовали в конкурсе на знание Конституции Российской Федерации. Напомню, 12 декабря в России отмечается государственный праздник, День Конституции, главного нормативно-правового акта, который был принят в 1993. В этом году документу исполняется 30 лет. Отмечу, что к памятной дате с 1 октября по 25 ноября проходит викторина на знание основного свода законов нашей страны «30 лет Конституции. Проверь себя». Состоит она всего из 10 вопросов. У участников есть 10 минут, чтобы дать правильный ответ. В данном мероприятии у нас приняли участие более 600 студентов. Кроме того, все три направления именно юридического профиля были задействованы при прохождении данного тестирования. Вообще студенты показали очень достойные и высокие результаты. Очень достойные. Мы считаем, что данное мероприятие носит исключительно положительный аспект, поскольку он позволяет не только студентам реализовать полученные им знания. Студенты, которые прошли викторину, отмечают, что вопросы совсем несложные. А вот проверить свои знания важно. Ведь помнить основные законы, права и обязанности, которым необходимо следовать, одна из главных обязанностей любого гражданина Российской Федерации. Кроме того, чтобы поднять интерес участников, организаторы установили специальный денежный приз. Он составляет полтора миллиона рублей. Сумму вручат одному из тех, кто верно ответил на все вопросы теста. Данное тестирование было немного сложно, но все прошло хорошо на 8 баллов. Сложно было в том плане, что вопросы очень мало времени отводятся на ответ для вопросов. И вопросы очень обширные по объему. Баскетбольный клуб «Университет Югра» накануне сравнял счет в графе побед и поражений по итогам восьми туров Российской Суперлиги. Саргутяне на своей площадке принимали абсолютного аутсайдера турнира из Курска. Сумела ли команда «Русичи» оказать сопротивление, знает Дмитрий Круковец. Баскетболисты «Университета Югры» все еще ищут свою игру. Оптимальное сочетание пятерок на площадке. И получается пока с переменным успехом. С выезда саргутяне привезли одну победу, выиграв в Ижевске у Купола. После этого наша команда с разницей в 31 очко уступила дебютанту Суперлиги столичному МБА «МАИ». Нынешний соперник – Курские русичи. Клуб, который еще не побеждал в чемпионате России, но в таком же статусе в Саргут ранее приезжал фарм-клуб питерского «Зенита», который, выиграв, сотворил мини-сенсацию. Старались и нынешние соперники югорчан. Первая четверть прошла на равных. Все парни, которые в них уходили, старались отработать защиту, отработать нападение. Каждая команда, к которой мы играем, старается выиграть. Любой человек, любая команда, неважно, какой город, какое место, с любой командой уходим и играем, и все играют на победу, что последняя команда, что первая. И тут в любой день любая команда может любую обыграть. На старте второй десятиминутки саргутяне сделали рывок 11-2. Солировали Сергей Токарев, Артем Писарчук и Алексей Карпека. После пары эпизодов, когда соперники обменялись результативными атаками, отрыв югры продолжил расти. На большой перерыв команды ушли при счете 38-24 в пользу хозяев площадки. Сегодня не было недонастроенности, это здорово. Это показывает, что у нас команда хорошего уровня. Это важный момент, исключить недонастроенность. Ошибки, они могут возникать, наоборот, из-за большого желания что-то сделать еще лучше, еще дополнительный пас, экстра пас сделать. Вот и там острую передачу отдать. Это тоже какой-то элемент тренировки, сыгранности. Но в любом случае, это все делается не от лени, не от нежелания, а именно от того, что все хотят сделать еще лучше, еще лучше ситуацию найти. Во второй половине встречи университет только наращивал лидерство. У гостей практически полностью развалилась игра, что в защите, что в нападении по такому показателю, как подбор мяча, югорчане превзошли оппонентов почти вдвое 50 против 28. Во второй половине не смог игру продолжить один из наших самых забивных игроков, Дениса, у него там проблемы со здоровьем. И это одна из причин, почему во второй половине нам тяжеловато было, особенно в нападении, играть. Но одна из причин – это пророжь сильного подбора. То есть на подборе мы его сильно уступили, и из-за этого, я считаю, проиграли матч. Поражение Русичей могло быть и неприличным. За пять минут до финальной сирены на табло горели цифры 80-49. Но затем, будто поверив, что игра сделана, сургутяне ослабили давление, а гости этим воспользовались, организовав погоню. За три с небольшим минуты университет забил только два очка, а пропустил 17. Хозяева вовремя опомнились, но победа получилась с более скромной разницей. В счете 86-66. Вопрос в том, сможем ли мы соперничать сами с собой. Сможем ли мы минимизировать количество ошибок, которые... У нас сегодня, на самом деле, очень много ошибок было. Весь вопрос в следующих матчах. Я очень надеюсь, что мы все эти ошибки исправим, и тогда пойдут победы. Следующий матч университет Югра проведет уже в предстоящий четверг. Соперником нашей команды станет Тамбов. Клуб, который в прошлом сезоне не пустил сургутян в плей-офф. А в этом после восьми туров идет в пятерки лидеров. Дмитрий Круковец, Даниил Панков, Сургу, 24. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Бывает так, что бешеный ритм города утомляет и вызывает тревогу. Все больше людей хотят, чтобы их дом, место, где они отдыхают и забывают о суете и проблемах, находился среди природы, в более уединенном месте, но при этом недалеко от важных дел. Поэтому загородная недвижимость сегодня на пике популярности. Заметив это, компания «Этажи» решила устроить для клиентов ярмарку загородной недвижимости. Она пройдет 18 ноября с 11 до 17 часов в агентстве по адресу в Сургуте, проспект Ленина, 17. Будут очень интересные цены на загородные дома, дачи и земельные участки. Но самое главное, у нас в ярмарке будут представлены наши партнеры по строительству, где можно будет заключить договор подряда по очень интересным ценам. Стоит отметить, что на строительство жилого дома действуют такие же ставки, как и на новостройки от 6%. Получается, построить свой большой дом можно по цене однокомнатной квартиры. Всех приглашаю на нашу ярмарку, ждут очень интересные цены от наших партнеров, скидки по нашим дачам, домам и земельным участкам. Будет очень интересно. Выгодных предложений для гостей будет без преувеличения много. Сэкономить на строительстве дома можно будет от 250 тысяч рублей, да еще и выбрать участок по привлекательной цене. Скидки на готовое загородное жилье от собственников будут доходить до полумиллиона рублей. Каждый подрядчик на ярмарке приготовил для клиентов подарок, среди которых снегоуборочная машина, банный чан с подогревом на 4 человека, двери, окна, электроразводка, водосточная система, септик и многое другое. Сюрпризы гостей мероприятия ждут и от компании «Этажи». Один из них – розыгрыш призов, главный из которых – станция «Яндекс.Мини». Не упустите свой шанс на комфортную жизнь в загородном доме мечты и приходите на ярмарку от агентства «Этажи» 18 ноября с 11 до 17 часов по адресу проспект Ленина, 17. Собственный дом по цене однокомнатной квартиры – это реально. Не веришь? Приходи на ярмарку загородной недвижимости в агентство «Этажи» и убедись в этом лично. Тебя ждет скидка на строительство от 250 тысяч рублей и выгода до полумиллиона на покупку готового дома. Приходи 18 ноября с 11 до 17 часов в «Этажи» на «Ленина, 17». Ярослав Сумишевский. С новой программой «Счастливым быть». 18 и 19 ноября. Филармония. Пока козлята играли дома, одни злой волк планировал их съесть. Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умный домофон и Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tenfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Авторадио – крупнейшая коммерческая радиостанция и несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят.